Добрый день! У нас сегодня в гостях Вячеслав Михайлович Тутальчиков, директор государственного бюджетного учреждения Хакасское книжное издательство имени Владислава Михайловича Торосова. Вячеслав Михайлович является депутатом Верховного Совета Хакасии, а также членом президиума Республиканского Совета Старейших Хакасского народа. И сегодня для нас очень важны все три статуса Вячеслава Михайловича, потому что речь пойдет о ситуации Хакнияли. Тема Хакнияли уже актуальна в течение года, но комментарии по этой ситуации очень трудно получить. Политики, чиновники предпочитают давать такие комментарии на условиях анонимности. Он предельно жестко высказался о Хакнияли, о положении в Хакнияли высокопоставленный чиновник. Он сказал, что Хакнияли 20 лет является кормушкой. Странно слышать было это изречение от чиновника высокого ранга, с чьей власти было вмешаться в эту ситуацию. Действительно, сейчас колесив раздирают склуки. Даже вот такой, обратите внимание, Вячеслав Михайлович, вот это такой факт. Ученые издают свои научные работы на собственные финансовые средства. Вот можно ли с этим согласиться, это и дальше терпеть? Или все-таки что-то надо решать, поскольку мы знаем сейчас, при подготовке к следующему съезду Хакасского народа, было решено все-таки уделить внимание дальнейшему развитию. Сейчас формируется стратегия развития Хакнияли. Пожалуйста, Ваше мнение. Я, наверное, начну с того, что в этом году в Хакнияли внесли изменения в устав. Это Министерство образования, расширили полномочия, социология, этнология. Все включили экономическую, социальную направленность. Но, я думаю, раньше занимался социальной направленностью. Но я бы хотел остановиться, да, проблемы в Хакнияли, они были в прошлом. Как бы, понимаете, в чем проблема? Вот в Хакнияли коллектив очень большой, да, там, как бы сказать, для Хакасии. Там где-то около более 40 специалистов работают, да. И у них есть своя направленность. Как он называется? Институт языка, литературы, истории. Это вот три главных направления, которыми он должен заниматься. Я, как бы, человек, пришедший в Хакасское инженезидательство, в 2004 год работаю. Я, как бы, по образованию инженер-строитель. Но, когда по пробе Владислава Михайла Торосова попросил возглавить Хакасское книжное издательство, ну, поначалу я не хотел, говорю, это не мое направление, в принципе, я человек, вот, как бы, некомпетентен, да, ну, ничего, справиться там, чисто, да, организационные вопросы. Вот уже прошло, четвертый год уже идет, да, как бы, вот я вник, и просто мне самое интересное, какие проблемы Хакнеяль решает, как это надо решать, какие проблемы были, какие проблемы сегодня. Ну, просто, когда вникаешь, читаешь много, конечно, это, как бы, открываешь мир для себя по-другому. Видишь Хакасию уже в другом свете, и просто интересно. В чем проблема, да, вот, много обсуждают Хакнеяль, там, проблемы какие-то, там, есть, конечно, они. Я в чем вижу, вот, как бы, познакомился, работаю три года, я общаюсь со специалистами Хакнеяль, по работе приходится, мы печатаем тоже их продукты, их работы, печатаем и издаем, научное обозрение, журналы готовим и печатаем. И в чем проблема, я вот вижу, да, вы понимаете, Хакнеяль был создан в 1944 году. Это прошло во время Великой Отечественной войны. Да, государство делило этому, как бы не было, да, то трудно было, и шла война. И создали этот институт для изучения хакасского языка и литературы истории. Это государство давало приоритет, да, что надо изучать работу хакасов и знак язык, историю, как бы, проводить просветительную работу. И чтобы народ сохранил, как хакасы, сознание своего языка, истории и культуры. Вот, понимаете, когда вникаешь, смотришь, я просто удивился, когда узнал, когда встречался со специалистами, сам я был в Хакнеяль, смотрел эти рукописи. Вот там в 1944 году был образованный институт, и с 1945 года была первая экспедиция по изучению и сохранению хакасского языка. Вот специалисты, ученые, ездили по хакасским селам, алам, записывали героические эпосы, сказки, сказания, там, поговорки, хакасские пословицы. Эта работа велась практически, ну, до сегодняшнего, вот, наверное, ну, каждый год практически, это десятилетиями эта работа велась. Я когда узнал и увидел, что это работа вся в героическом эпосе, да, где только героическом эпосе, мне специалисты проинформировали, показали, это где-то более 224 работы героического эпоса. Это объем каждого героического эпоса, там, начинается от 60 страниц до 300 страниц. Представляете, какие объемы? И все это лежит сегодня в архиве. В рукописном варианте, писали, я когда посмотрел, листал эти архивные материалы, там, написаны чернилами еще, понимаете, там такие чернила разных цветов всяких там, да. Я думаю, были в 70-х годах, где в конце 60-х шариковые русики появились, писали там. И понимаете, чтобы все-таки даже расшифровать, да, прочитать у каждого специалиста свой почерк. Это же не просто так, я когда посмотрел, да, вот эта работа очень серьезная. И когда, понимаете, прошло столько времени, и все это лежит в архиве, ну, сейчас работа там востребована, там, напечатанная, да, но основная масса, она сегодня лежит в бумажном носителе. Понимаете, берем, не дай бог, какое-нибудь ЧП случится, затопят, да, с верхнего этажа, затопят хакнеяли, там, столько трудов пропадет, столько, не знаю, это просто бесценный, так сказать, опыт знаний хакасского народа, который передавался из уста в уста. И, понимаете, такое отношение не только вот, да, последние 20 лет хакнеяли практически, ну, по-моему, занимался совсем другими делами и ушел в сторону от науки, занимался, не знаю, какими там, не той темой, которой было необходимо заниматься. Была за цель поставлена изучение хакасского языка, культуру, обыча, традиции. Вот этот материал, который собран десятилетиями, он должен был опубликован, оцифрован и изучен нашими специалистами, учеными, да, и изучить иглу, почему, и показать, как-то, хакасскому народу и жителям хакасии, и не только хакасия, она, как вот, Алтынарих, она практически, это, геройский эпох, он сегодня переведен на азербайджанский язык, но даже и на английском языке он есть. Понимаете, эта работа, Валентина Евгения Майнагаша провела такую очень солидную работу, ну, это специалист, конечно, такой большой буквы, это, наверное, я бы сказал, это настоящий патриот республики хакасия. И когда я узнал, посмотрел, вот 224 героинские эпохи, да, и там еще несколько десяток, там, это сказаний, сказок хакасских, там, поговорок, все это лежит в бумажном носителе. Почему сегодня хакний ялей, вот, прошедшие годы, этим не занимался? Чем занимались, непонятно. Это надо было сохранить, это, и, как бы сказать, я просто, где бы не встречаюсь, да, с, да, с этими, с ученым, говорю, уважаемые, вот, вы собрали душу хакасского народа, и в черном чулане заперли, и держите его, надо выпустить его на волю. Да понимаете, вот почему хакасский язык не знает своих обычаев, традиций, не знает языка? Да, вот корень-то, в этом, он, и, да, проблемы в этом-то, потому что, понимаете, когда читаешь, вот, там, на хакасском языке, есть перевод многих, да, там, этих героинские эпосы, но читаешь, и, ну, вникаешь, понимаешь, внутреннее состояние хакасского народа, да, вот, там, того, жители, там, как они жили, как они, там, любили, так, как воевали, там, как природу любили, там, как, что для этого все сделали, ну, много чего там, и формируется менталитет хакасского народа, там. Конечно, когда изучаешь народы других государств, даже в любом случае, это живет взаимообогащение народов России, когда узнаешь культуру, обычную традицию любого народа, там. Вячеслав Михайлович, а скажите, пожалуйста, а вот эту проблему вы не задавали, этот вопрос не задавали Валентине Николаевне или сегодняшней директору Нине Семеновне? Да, вот сегодня мы с Семеновым по этому вопросу общаемся, да, вопросы. Сегодня, как бы то ни было, они, говорю, понимаете, они посчитали. Вот примерно для хактиняли, там, вот все эти работы, которые, там, сегодня лежат, там, в рукописном варианте, где-то в пределах около 13 томов где-то объем вообще будет, 13 томов. Но, конечно, эта работа очень большая, солидная, чтобы провести эту работу, надо ее расшифровать, там, да, потому что перевести, да, в каждый почерк, как бы, чтобы правильно перевести, это тоже очень солидная работа и время. Поэтому, чтобы эту работу делать, должны быть специалисты. Вот сегодня, как бы, я не знаю, там, вот, вот, почему сегодня столько коллективу, да, там, работает, и эту работу не провели, потому что этот сектор языка, да, просто его сократили. И как вот, когда работают, там, на, там, на несколько 0,5, да, 0,25 ставок, там, и, ну, кто-то работает на ставку, ну, этого мало. Вот такой большой объем работы, он должен, и, должен, и коллектив должен быть больше, и ставок должен быть увеличен. В вашем понимании, с вами стоит согласиться, что это ключевая задача была? Ключевая, это, знаете, ключевая задача. Ключевая, но до сих пор она не надо была. Да, я просто говорю, удивляюсь, как бы, раньше не занимался, когда в них вот этим, вот, почему, и чем они занимались, куда они, в какую степку шли-то, там, не понятно, понимаете? Вот, 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 поэтому я не то, что говорю, вот, 20 лет, а я говорю, те годы, почему вот, да, 45-го года материалы лежат до сих пор, не отцыфрованно даже, там, они лежат, бумажные части написаны, и лежать в черном чулаке, гниют там они. Понимаете, это преступление перед хоккайским народом, я бы сказал так вот. Ну, а ваше понимание есть, что вот сегодня какие шаги все-таки? Да, я думаю, вопрос, мы еще раз говорю, мы встречались с Ниной Семеновной Нагашевой, да, исполняющей обязанности директора, как и я, Лин. Работа, она сейчас готовит программу, должна быть программа там очень солидная, серьезная. Это не то, что один год, два года, это десятилетие. Это объем работы очень солидный. Надо ее отработать, и поэтому должна быть подготовлена программа, согласована, да, и утверждена правительством и Верховным Советом, и под эту программу должны быть выделены определенные финансовые ресурсы. А скажите, пожалуйста, вот на призюдием Республиканского Совета Старейшин, на съездах хоккайского народа, этот вопрос не поднимался, о издании вот этого замечательного трудового? Вот, честно сказать, на прошлом съезде, это вопрос, как бы, ну, общие были такие проблемы, да, что изучение хоккайского языка неполномерия идет, да, как бы это ни было. А что конкретно, что героинский эпос лежит там сегодня, извини, пожалуйста, в темном чулане под замком? Просто я когда сам даже не в курсе был, а когда вник, и когда зашел в архив, да, когда посмотрел, ну, понимаете, у меня просто, не знаю, просто удивление такое, естественно, как-то, как не я ли, что-то лежит, так сказать, мертвым капиталом и гниет там. Поэтому, да, в этом году, вот как бы то ни было, да, тут совместно Министерство образования, да, Советство Старейшин, это наше акадское неждательство и как не я ли, да, ведем работу такую, как бы, целенаправленную решение данной проблемы. Первое, должно быть программа подготовлена быть, должны быть приоритеты расставлены, специалисты в этот сектор, нам добавить его не сразу, конечно, может, там есть свои нюансы, но задачу поставили, думаю, директор Шахт-Ни-Яли этот вопрос, и как бы она услышала, она понимает, я думаю, и будет в этом направлении вести работу. А там те, там специалисты, которые работают, ну, не знаю, это полномочия не Хакт-Ни-Яли, там, это вообще других институтов эта работа, но, это просто политика прошлого правительства, конечно, она была, как бы сказать, но не направлена, там, не на полностью направлена решение изучения хакасского, сохранения хакасского языка, истории. Вот даже в этом году мы провели большую работу, вы говорите, почему, я не говорю, вот сейчас просто вам объявляю, вот, да, еще раз хочу в этом вопросе, да, мы с министром переговорили, да, Советом Старевшим приняли решение, и вот мы, наше хакасское книжнодательство активно принимало участие в подготовке учебного пособия «Древние истории Хакасии» под редакцией доктора исторических наук Игоря Леонидовича Козласова. Она, сейчас практически, мы эту работу в течение года провели, сейчас она у нас идет, печатается, я думаю, вот в сентябре, где-то в начале числа, до 10-го, 15-го сентября, мы получим, будет готова данная книга «Древние истории Хакасии». Она для 5-го, 9-х классов, даже, может, до 11-х, она попадет и в училище, в техникум наши, там, в колледжи, чтобы, понимаете, мы живем в Хакасии. Вот я думаю, вы, наверное, тоже учились в школе, вы, наверное, мы больше знали историю Западной Европы, Рима, да, Англии, там, Германии, Франции, там, изучали в школе. А историю своей земли, где мы живем, где жили наши предки, мы вообще знаем, извините, пожалуйста, ну, может быть, несколько каких-то, наверное, таких вот дат каких-то, там, не знаю, каких-то, может быть, цитутаонных, каких-то исторических событий, а в корне-то-то мы не знаем. Я общаюсь со многими людьми, да, и с хакасами, с русскими, да, кто живет в Хакасии, там, это, они хотят знать историю Хакасии, но нету литературу такой, да, где можно почитать, да, так что вот это, и изучить ее. Поэтому сегодня это учебное пособие пойдет с 5 по 11 классы. Это впервые такое? Да, впервые, это за 100 колец, честно говорю, вот по инициативе Совета Старейшин, да, как-то живем в Хакасии, не знаем своей истории. Это, я просто не пойму, вот какой-то анонс от нас. Понятно, скажите, на презентацию учебника Игорь Леонидович приедет? Да, он приедет где-то в ноябре, приедет, да, предварительно мы с ним переговорили, он в ноябре приедет, вот Казахстанское сечение будет в первой школе, и мы продумаем как раз и пройдем презентацию этой книги. Да, он практически книгу написал с любовью, так вот читает, читает очень легко, доступно, у него язык, ну, я многое работаю, читаю, и там легко читается, доступно, а то многие пишут, что написал и прочитал, и не понял, что-то прочитал. А здесь все легко читать, я думаю, для наших школьников, потому что в школе должны, сегодня Министерство образования тоже включает программы учебного процесса, чтобы была эта программа, чтобы они были в часы выделены для изучения истории Хакасии, древней истории Хакасии. И мы с ним переговорили, да, вот работу ведем, сейчас вот в этом году мы, за Бог, издадим, и я думаю, в сентябре, в октябре все эти учебники, там в количестве где-то примерно будет у нас около 10 тысяч учебников в деревне истории Хакасии, она поступит, еще раз говорю, во все школы, я думаю, во все классы там, ну, конечно, на всех, я думаю, не хватит, у нас где-то около 70 тысяч обучающихся в школе, там из них 20 тысяч, это начальная школа, и где-то 50 тысяч учеников, где-то, наверное, это с 5 по 11 класса. Ну, для начала хотя бы 10 тысяч, это тоже объем, я думаю, солидный, и перспективу мы будем, наверное, там увеличивать. Понятно, а скажите, а кто заказал? А Министерство образования и Республика Хакасия, Министерство образования и науки Республика Хакасия, Спасибо большое, но это будет очень замечательное такое событие, мы обязательно этому делим внимание. Да, я еще добавил бы к этому вопросу, сегодня, мы еще раз, я не до конца вам это рассказал, вот с Игорем Леонидовичем тоже ведем работу, туда он уже принципиально дал согласие, готовит историю Хакасии средние века. Вот эта древняя история, это до 5 века нашей эры будет. А с 5, там, с 6 века, это будет, я думаю, история будет средние века. Это она будет более еще интересней, потому что там дошли такие процессы, тут, ну, очень интересная будет книга. Объем книги, вот, древняя история Хакасия, 300 страниц. Она в цветном варианте, я думаю, она будет такая для учеников, да не только учеников, для учителей, да, для широкого круга читателей. Она будет интересной. Сегодня тоже мы ведем большую работу, тоже, тут Совет Старейшин, да, Миннацполитики и сама Хакияль. Сейчас мы тоже ведем работу по изданию, в этом году мы аукцион выиграли, Хакасская кинезария выиграла аукцион по изданию первого тома толкового словаря Хакасского языка. Вот понимаете, я говорю, что раз, вот Хакияль возвращаюсь, да, понимаете, я просто, когда пришел, сравниваешь, как в других субъектах работают такие же институты. Вот мне просто, когда информацию убираю, вот якуты, да, якутские, якуты из, за, вот, в 18-м году, в 18-м году они издали 15 тонн толкового словаря, 15 тонн, представляете? Я говорю, почему Хакасия до сих пор нет толкового словаря? Да, вот, говорит, у них там много специалистов работает, там у нас мало работает, но тем не менее, хотя бы первый, второй тонн должны быть-то, изданы, изданы. Тувинцы тоже издали давно уже свои толковые словари. А Хакасия до сих пор не издан толковый словарь. Эта задача как-то я ли была? Понимаете, вот как, вот, чем занимаешь все эти годы, там, десятилетия? Героинский пост похоронили, вообще лежит там, гниет. Толкового словаря нету, тематического словаря тоже нету, грамматических словарей очень мало. Они изданы в 90-х годах, вот, и, понимаете, мы работаем, мои специалисты работают, да, они все уже, понимаете, такие последствия, что там надо их переиздавать, вот. Эта работа, как ни я, я думаю. Так, а первый-то том когда выезет? А первый-то том у нас, мы аукцион в этом году выиграли, и где-то в 1 декабря у нас должен быть, мы издадим первый том толкового словаря, там, 608 страниц толковый том, первый. Это тоже большая работа, я думаю, сейчас вопросы с Ак-Ни-Яли тоже работаем, чтобы они готовили второй том, чтобы на будущий год там надо подготовить макет, там тоже работа очень серьезная там, и поэтому, чтобы на будущий год подготовить, надо провести очень большую работу. А финансовая сторона, я думаю, вопрос, понимаете, когда говорят, вот, денег не хватало, да это понимаете, когда начинаешь вникать, а у вас рукописы готовы, макет готов для издания, а макета нет до сих пор. А вы чем занимались? В госзадание надо было включить, это должно быть в госзадание, подготовить макет. Когда макет готовый, вопрос ставится в финансировании. Я думаю, если бы был макет готовый, вопрос поставили, как бы сказать, ребром. Я думаю, там не такие уж большие деньги требуются. Вот у нас первый том, сейчас она в пределах чуть больше миллиона рублей, сейчас работа. Я думаю, бюджет Хакасии безусловно бы эти финансовые средства, и давно бы их сдали бы. Поэтому задача, грубо говоря, к ней, понимаете, это надо сделать упор на изучение хакасского языка, истории, культуры, понимаете, вот мы сейчас печатаем и дошкольные детские учебные пособия для детских садов, потому что хакасский язык, он бы и в семье должен, во-первых, он как бы развиваться бы, и в детском саду, и в школе там. Мы сейчас и даем тоже в этом году, и те годы сдавали, очень большой объем, и выпускаем разную литературу изучения хакасского языка. В этом году, сейчас тоже мы получим в сентябре, учебные пособия для не владеющих хакасским языком, кто только начинает изучать его, чтобы понимать, если в этом методисты намного там попроще, полегче, чтобы человек мог бы, кто хочет изучать хакасский язык, чтобы мог бы он его доступно изучить, мог бы самостоятельно изучать. По кадровой политике, значит, там смотрите, одно дело международный отдел, да, второе дело занимались люди, археологическими разработками на платной основе, и были еще научными сотрудниками. Потом, смотрите, действительно, те люди, которые, специалисты, занимались именно изучением вот этого хакасского фольфлора, они занимали, работали, занимали еще четверть ставки, половину ставки, были другие специалисты, высокопоставленные чиновники, как и Геннадина Смолина, бывший зам Зимина, который с кандидатской, ученой степенью, кандидат юридических наук. Чем занимается человек, при всем при том, что сейчас, вот как вы говорите, предоставит большой объем по изучению вот этих вот архивных, вот, вот, я у вас ваш вопрос услышал. Конечно, вопрос, сегодня даже, на лозунг, на старый, при советской власти был, кадр решает все. Он сегодня актуален. Конечно, даже вот сегодня, те работы, которые, героинские эпосы, сказания, которые сегодня есть, хактияли, рукописного варианта, это же, они сами собой же, как бы не притворятся же, какую-то в работу, да, чтобы изучить его. Это должны быть кадры. А кадры сегодня у нас, в хактияли, ну, там молодежь есть, но маловато, она подтягивает кадры. А кадры подготовить, это же не один год тоже, понимаете. И вопрос тоже очень серьезный там. И вопрос сейчас администратору, мы занимаемся этим вопросом, да, это актуальная проблема, кадровый вопрос. Ну, а что там, вот, как бы вы говорите, занимаются там, в хактияли, идет другое направление, да, там, как бы, ну, это тоже неправильно. Работа, говорю, в этом направлении изучения, да, это очень много, там, хакайского языка, это героинское, надо его оцифровать, тоже работу провести, то потом, понимаете, очень большая работа. А у нас мы уходим в совсем другую степь. Занимаются, пускай другие институты занимаются, мы не против, понимаете, надо изучать ту, которая есть, три направления главных, это литература, язык и история. Это самое главное, которое, а мы ушли в другую степь. И заниматься совсем другими вопросами. Археология, вот да, вы сказали, да, там археология, это же, ну, это история археологии, это оно, как бы, одно другое дополняет. И поэтому, сегодня, были, да, специалисты, есть, были, как бы, да, они при Хакнияле, но они, как бы, создали свою, там, ложку, да, работали, тоже договора подписывали, тоже неправильно как-то. И должен пополняться бюджет Хакнияле для решения других проблем. Вот тоже, на те же печатания, может, да, вот, труды, которые ученые пишут, и потом за счет собственного кармана печатают там. Это можно было, вот, один из источников пополнения небюджетных, пополнения небюджетных счетов для финансовой поддержки своих ученых. И сегодня, понимаете, когда в Хакасии, как бы сказать, Хакасия, наверное, вот когда на будущем, по-моему, исполняется, по-моему, 300 лет, да, археологическая служба. Она была создана здесь, в Хакасии, она возникла здесь, в Хакасии. И понимаете, создана в Хакасии, а у нас археологическая служба, как таковой, мы приглашаем, конечно, институты, да, Санкт-Петербургский, там, Новосибирский, Московский, и там, вот Сигарда, если мы разговаривали, он готов тоже, да, подключиться к археологическому. Они раньше занимались с отцом, да, Энтермановичем Козласом. Они, как Акасию, здесь практически многие раскопки проводили. И, в принципе, все, что здесь раскапывалось, оно уже потом сохраняется в наших музеях. Там, как бы, пишут научные труды, не то, что там зафиксируют какие-то, оно же обосновывается по тем материалам, которые получат, пишут рабочие, такие, рабочие свои труды, и оно потом станет достоянием всех жителей Хакасии, должно, во-первых, быть. Потому что, понимаете, Хакасия, таких курганов в мире нигде нету, как Хакасия. Поэтому оно должно быть тоже, надо развивать археологическую свою службу при Хакнияре, да, и чтобы она, как бы, была бы тоже такой солидной компанией, поэтому должно быть, ну, правильный вектор направления выбран, поддерживать, развивать его надо. Есть у нас сегодня археолог, да, Игорь Ленинскозласов, он готов принять активную часть, помочь в данной работе. Я думаю, вопрос, понимаете, я же вопросов очень много, Ирина Гедальев, которая занимает, сегодня ведет работу тоже, как бы, тоже научную работу, там, по избирательному праву, да, я думаю, может, тоже, ну, как бы, надо бы, но это не полномочия Хакнияре, она не должна работать в Хакнияре, понимаете, есть пускай, есть гуманитарные, ХГУ, там, у нашего госуниверситета, пускай там занимается, у Хакасского, Хакасского научно-исследовательского института Хакнияре, другая работа, другие цели, задачи, которые сегодня, поэтому у нас, теперь специалисты ставки, тому ставку, тому 0,25 ставки, которому нужно заниматься Хакасским языком, вот даже сегодня, Валентина Евгеньевна, она тоже получает 0,25 ставки, сегодня, сидит дома, да, как бы, я бы еще раз хочу к ней вернуться, в этом году, вот, 15 сентября, они будут 90 лет, Валентина Евгеньевна, 90 лет, и человек 90 лет, при такой светлой, четкой памяти, да, ведет эту работу, понимаете, вот таких людей надо поддерживать, финансово, и, понимаете, печататься, она, понимаете, вот, я, как бы, раньше, еще раз, не вникал, а сейчас, просто, она патриот настоящая, пробивала свои, как, это, героинский эпос, как она печатала, везде стучала в двери, и, в итоге, издала свою, такой труд, вот, я вот читаю, сейчас мы издаем тоже, к юбилею, по поручению, министра образования, да, и науки, Ларисе Николаевне, Геомазлутина, да, вот, книжку, справочник, вот, о ее работах, в принципе, и вот там я читал, читаю отзывы, ее коллег, скажем, вот, с Азербайджана, мы, понимаете, люди, вот, понимаете, мудрые, что пишут, отзываются, как отзываются по Валентине Майнаргашевой, понимаете, такой, она, понимаете, хакасский народ, просто, жители хакассии, недооценивают ее работу, ее труды, они говорят, вы, действительно, надо при жизни человеку ставить памятник, все награды, она дважды доктор наук, эти работы, которые напечатала, издала, да, обработала, помните, это за это надо призвать докторская, ученую, тебе доктор наук, она сегодня кандидат наук, понимаете, но она, как человек скромный, мне некогда, типа, заниматься, она, потому что пока здорово есть, память есть, руки пишут, да, она занимается, вот, нашим хакасским, героическим эпосом, фольклором, понимаете, вот она даже не думала, не задумывалась об этом, а ее труды, вот все многие ученые за рубежом, да, читают, изучат, и просто гордятся, выгод просто, недооценят своих ученых, специалистов, которые эту работу проводят там, у них, в Азербайджане, у нас таких нет работ, которые так разложили, так изучили, и понимаете, кто поддерживает, нету, выгод просто, при памяти, при живых, ученых, надо благодарность дать, они, когда и уйдут в мир иной, это просто мы не оцениваем, спасибо большое,